Всем привет, с вами Авиар. Меня всегда интересовал вопрос, почему многие не любят Майнкрафт, плюсом ко всему его презирают. Давайте разбираться что да как. Хотелось бы отметить нейтральные позиции людей, которые не динамят эту игру. Их тоже берем в счет, и мне хотелось бы уже начать, поэтому желаю приятного просмотра. Первая причина это контент. В частности презирание зависит из-за большого потока шкалоты, а также контента по нему. В русскоязычном ютубе много шкалоты, да это так и есть. И поэтому популярные в скобочках летсплейщики снимают Майнкрафт и крусят аудиторию. К тому же хорошие видосы валяются на самом днище ютуба, а в рекомендациях видны тупые нубики. Появляется много копирайтов и кумиров, лайков, просмотров, а также подписок. А это дает им еще больше денег и всего вышесказанного. Не могу с этим не согласиться, так как это одна из причин, почему я не захожу в тренды ютуба. Но скажу больше, это будет продолжаться не один год. Пока что в этой войне побеждают нубики. Но и другие люди не стоят на месте, а хоть как-то пытаются разбавлять контент по Майнкрафту. И в частности, в наше время на ютубе процветают варианты строительства домов, идеи декора. Вторая весомая причина. Сервера и снапшоты. У 50% людей сложилось плохое впечатление об игре Майнкрафт, а другим она наоборот очень сильно понравилась. Так в чем же дело? Ну что же, начнем. Вернемся в не настолько далекий 2011 год. Тогда еще не было такого большого обилия человек. Люди были адекватными и общительными. А сейчас что? Большинство ничего не напишет и не ответит. Так как нужно писать слишком много букв. Но нынешнее общество еще не главное, что губит игру. И вот наступил 2012 год. Ночь уходит для работы над новым проектом. Главой разработки Майнкрафта становится джеб. В начале все подумали, ничего такого, джеб это же тоже нормальный парень. И многие думали так же. После начали выходить снапшоты. Для всех это было очень круто. Можно было протестировать будущую версию. Но после это стало никому не интересно. Однако снапшоты до сих пор выпускаются. Стала куча обновлений, куча багов, недоработок. Представьте себе, что все сервера переходят на 1.7.2. Например, вы обновляетесь и тут бац, на следующий день выходит новая версия. Под названием 1.7.5. Как вы думаете, что поменяют? Да ничего. Просто исправят какой-нибудь маленький баг. И так почти с каждой версией. Вопрос. Зачем тогда нужны снапшоты? Почему нельзя все протестировать в снапшоте? На этот вопрос могут ответить только разработчики. Даже обновления, если выходили, то выходили маленькие. Добавили новую руду. Добавили новые растения. Вот и все обновления. Почему нельзя делать крупные обновления? Как это было при ночи? Неизвестно. На серверах стало очень много агро, которые просто начнут вас убивать, как только вы появитесь в мире. Испортилась ли игра? Ну как игра? Мультиплеер. Решать вам. Это лично мое мнение. В третьей причине я отнес людей, которые не уделяют внимания мелочам. Периодически находятся такие люди, которые твердят, что примитивная игра, в которой нет ни графики, ни сюжета, ни цели. Процесс игры очень примитивен. Игроков просто оставляют одних. Любые изменения в игру можешь нести только вы сами. Разработчики периодически выпускают обновления. И это не может не радовать. В большинстве случаев в игру завозят новые механики и предметы. Не забываем про пункт достижения. В них себя могут проявить как и стойкие игроки, так и даже самые зеленые новички. Ведь Майнкрафт в основе игра про строительство. Ну и хотелось бы отметить, что Майнкрафт это гениальная игра, которая развивает социальные навыки, конструкторское и инженерное мышление. И фантазию своих игроков. Кроме того, это отличный способ выделиться в узком кругу знакомых и друзей своими постройками. Правда беда. И одновременно плюс этой игры заключается в том, что ее аудитория совсем уж малые дети и подростки, которые, надо сказать, впрочем, слишком отличаются своим характером в общих чертах от людей более взрослых. Впрочем, тут дело как-то даже глубже может обстоит. Вот и идут они в Майнкрафт, как общество, свободное от родителей, учителей и прочих авторитетов. И делают свое дело. Наивно, но делают, творят. Мне кажется, что эта игра помогла сформировать свои отправные точки для мировоззрений, даже политических позиций. Не спрашивайте, что я сейчас сказал, просто так умную мысль выдвинул. Как вы можете говорить плохо про те вещи, которые сейчас, пусть и не актуальны, но выполняли свою цель в определенный промежуток времени, и которые вы считаете частью своего развития? Да никак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА